МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия завершила поставки С-400 в Турцию. Трамп не готов встречаться с иранским руководством без предусловий. Немецкая газета Die Welt выявила 13 случаев похищения людей турецкими спецслужбами. В Алеппо начата реконструкция Церкви Святого Астфатазы. Оросительный канал Менуа-Шамирам длиной в 51 километр в Ване является одним из архитектурных чудес Западной Армении и мира. Канал Менуа является одним из первых примеров водного строительства. Еще одна интересная особенность канала состоит в том, что на стенах канала в общей сложности имеется 15 клинообразных надписей. Никогда не было найдено такое количество надписей ни на одном другом сооружении этой эпохи. Исторический канал, построенный около 3000 лет назад, все еще частично удовлетворяет потребности орошения в провинциях Гюрпнар, Эдремид и Ван Западной Армении. Цивилизация королевства Ван известна во всем мире. Эдремид является одним из центров, где были построены важные сооружения этой эпохи. Наиболее важным из них является канал Менуа. Научно-культурном центре Матена Даран Ганзасар с 25 сентября пройдет новая выставка, посвященная 30-летию возобновления работы Арцахской епархии Армянской апостольской церкви. Директор научно-культурного центра Матена Даран Ганзасар Арам Тарусян сообщил корреспонденту Арцахпресс, что будут показаны некоторые фотографии и письма епископа Бартанеса Акапяна, руководителя Арцахской епархии. 29 сентября в Ганзасаре, который 26 февраля 1925 года по указу католикоса всех армян Георга Суринянца становится духовным центром Арцахской епархии, отметит 30-летие возобновления работы и открытия епархии. Гиды Матена Даран Ганзасарского научно-культурного центра кратко представят посетителям историю епархии, отметил Тарусян. По его словам, с 25 сентября будут показаны архивные материалы и фотографии. Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем ЗРС С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны Республики. Сегодня на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи ЗРС С-400, указывается в документе. Минобороны также отметили, что поставки С-400 в Турцию начались 27 августа 2019 года. В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией. Контракт о поставке С-400 и его стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Анкара получит полковый комплекс 2 дивизиона. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой страны. Первые поставки начались 12 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов встречаться с Ираном без предварительных условий. По его словам, о том, что он готов к встрече с Ираном без условий, сообщили фейковые СМИ. Американский лидер уточнил в Твиттере, что это неверное заявление. Ранее Трамп заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что не собирается отменять санкции против Ирана в ближайшее время. В конце августа Трамп не захотел встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Сарифом на саммите G7 во французском Биорице. Президент Ирана Хасан Раухани позже исключил возможность двусторонних переговоров в США. Он подчеркнул, что разговор с Вашингтоном возможен в формате шестерки по иранской ядерной программе. Отношения между странами обострились после того, как в мае 2018 года Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из СВПД. Через год Иран объявил, что приостановит некоторые обязательства по ядерной сделке. Вашингтон ввел в отношении Тегерана экономические санкции в сфере нефтяного экспорта. С 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности. Об этом сообщат немецкая газета Die Welt в воскресенье 15 сентября со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были предоставлены ООН в рамках универсального периодического обзора программы по контролю над соблюдением прав человека, сообщает ДВИ. В частности, о похищениях сообщает швейцарский фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с проповедником Фетхуллахом Юленом, который Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году, а также внедрении единомышленников в ряды вооруженных сил, полиции, органов юстиции и министерства. По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдавия, Азербайджан, Украина, Габон и Мяма. Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищения. Так, в 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. А в 2018 аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция. Ранее турецкие СМИ проводили слова главы МВД страны Сулеймена Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран. В Алеппо началась реконструкция купола и колокольной церкви Сург-Мария Маствацацина Армянской Апостольской Церкви. Об этом сообщает Гонзасар. В годы войны частично поврежденная церковь в ближайшие дни примет тысячи людей в более хорошем состоянии. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Сург-Карапет в исполнении Ермонда Турусяна. Сург-Карапет в исполнении Ермонда Турусяна. Сург-Карапет в исполнении Ермонда Турусяна. На официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.